Всем привет! С вами снова Коты в хлебушке! Не прошло и года! Здесь мы тестируем еду нового уренгоя и делаем это вместе с директорами заведений. К нашему столу сегодня донеры из донерной под названием Донер 42. И сегодня со мной трапезу разделит великолепный Дмитрий Пильщиков. Давайте сделаем заказ. Я старательно готовилась к этой съемке. Во-первых, я не ела с 9 утра. Во-вторых, я уже скачала приложение. И дальше мы переходим к списку. Берлинский. Берлинский это наш хит. Овощной без мяса. Баварский, вот баварский, наверное, с колбаской. Да, баварский с куриными колбасками. Ну, ну с колбаской. Ну колбаска. Все любят колбаску. Надо попробовать. Утренний без мяса. До 12. Вот так вот, дорогие друзья, в донере и позавтракать там можно. Донеры Макси. 380 граммов. Это и самому поесть, и ребенка еще накормить. Ну, кто как ест. Может быть мы из гигантского попробуем греческий или тейсти? Что? Что будет поинтереснее? Тут дело вкуса. Ну, я предложу. Предложу больше, наверное, греческий попробовать. Мне нравятся такие мужчины, которые рекомендуют мне выбрать блюдо, которое подороже. Да, да. Конечно же, я соглашаюсь с этим. Прекрасно. Что у нас дальше? Комбо? Нет, комбо мы пока смотреть не будем. Мы люди серьезные, мы можем себе позволить заказать все порознь. Суп куриный. Похмельный, да? Суп топовый, надо обязательно попробовать. Кто с похмелья, кто как. Просто любит. А вот к этому я не подготовилась. Похмелья-то у меня сегодня и нет. Ну ладно, мы будем, наверное, начинать с этого трапезы, да, чтобы желудок разогрелся, подготовился. Картошка фри, я думаю, здесь все стандартно. Картофельные оладьи, куриный попкорн, салатики. Салатик. О, что это? Салатик! Снэк-бокс. Это выглядит интересно, поэтому, наверное, стоит попробовать. Ну, давайте попробуем. Омлеты, фалафель для вегетарианцев. Как здорово, что вы заботитесь о людях. Концепция всего Донер 42, она направленная в сторону ПП. А в смысле стремление к ПП и концепции ПП? Как это у вас получается реализовать? Наша компания попытается это реализовать. Совместить правильное питание, фастфуд, то есть несколько вот этих вещей совместить в одно и на этом построить новую, совершенно, то есть другую шаурму, не так, как привыкли все. Это очень интересно. Я думаю, когда к нам приедет доставка, мы в полной мере сможем это оценить. Стоит ли пробовать что-нибудь из десертов? Да, конечно. Тогда что будем выбирать? Так, ну я черничный маффин еще не пробовал. А что пробовал и понравилось? Пробовал чизкейки, которые на стопе. Понятно, они понравились. Я так люблю чизкейки. Пробовал апельсиновый маффин, лимонный конвертик пробовал. А лимонный конвертик кисленький? Да не сказать, что, но кисло-сладкий такой, привкус лимона просто там есть. Можно тоже попробовать. Ну, я думаю, нам стоит попробовать. Печеньки, они всегда печеньки. Это всегда хороший, быстрый, вкусный вариант, поэтому, наверное, печеньки мы оставим. И что, я всего наскладывала, всего на 1463? Что это за цены? Почему так дешево? Я посмотрю еще. Давай проверим. Да нет, может, больше донеров добавим? Давайте посмотрим. Классического нет, у нас остается тейсти и овощной. Можно добавить тейсти. Большое брать не будем, а то мы треснем, и нас потом будут выкатывать из студии. И получается, что мы ко всему готовы. Почти все. Как насчет напитков? Очень часто сталкиваемся с тем, что в заведении вкусная еда, но кофе вызывает чувство сожаления за этот выбор. Как у вас? Были жалобы, претензии кофе, мы провели настройки, изменили вкус. Сейчас вроде кофе идеальный. Можем попробовать. Сам пьешь кофе из своего заведения? Да, конечно. Да, конечно. Тогда мы что же выберем? Мы выберем классический американо, крошку, и классический капучино. И без 12 и 2000, отличный выбор. Заказываю. Не все так просто, тут еще нужно зарегистрироваться. Да, чтобы сработала система лояльности, еще из этой суммы 5% вернется на счет, кэшбэк. Потрясающе. А в дальнейшем сколько можно? Всю сумму эту можно использовать. То есть, несколько раз ешь, 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 накапливаешь бонусы, а потом, когда до зарплаты 3 дня, ты можешь прийти и такой, мне на все бонусы. Это хорошо. Либо копить на черный день. Ну, вот 3 дня до зарплаты, это всегда какой-то черный день. Да. Так и есть. А мы приступаем к ожиданию доставки. Мы сделали заказ где-то в 15-25. Сколько обычно занимает доставка? Ну, у нас, значит, цель укладываться до 30 минут, сейчас успеваем даже до 25, 20-25. У вас свои курьеры или вы с каким-то агрегатором работаете? Свои курьеры. Мы возим северная часть города вся, южная часть до железнодорожной включительно. Вот, чтобы дальше зона доставки ограничена, чтобы время доставки не увеличивалось. Планируете открывать на южной части точку? Пока нет. В 15-52 мне уже позвонил курьер. Итого доставка заняла 27 минут. В 15-25 мы сделали заказ. По-моему, это очень даже славный результат. И сейчас нам предстоит распаковать эти чудные пакеты и узнать, что внутри. Помогаем, помогаем. Что по комплектации? Мы видим, у нас есть ложка для куриного супа. Спасибо. Есть салфеточки. Картошечка. Сними. Она очень выглядит соблазнительно и роскошно. А пахнет? Она еще и так же пахнет. Не будем перебивать аппетит картошкой пока. У нас есть вилочки, есть палка-мешалка. Еще ложка. Кофе, наверное, размешанное, да? И еще палки. И куча сахара. Приятного аппетита. Ну что ж, как я вижу, все донеры подписаны. Это значит, что мы сможем не просто оценить вкус, но еще и внятно вам рассказать, где у нас что. Предлагаю их тоже выгрузить, чтобы нам эти страшные пакеты не портили эстетику вкусной трапезы. И вот это тоже давайте освободим из оков целлофана. Благодарю. Завернуты, конечно, как миленькие конфетки. И первая мысль, хочется взять и развернуть. А вторая, возьми нож и разрежь вот так. И они достаточно теплые, учитывая, что на улице минус 38. А у вас курьеры как ходят, пешком или они на санках, на плюшках катаются? На автомобилях, конечно же. Тогда логично. И доставка быстрая, и продукт теплый. Итак, добудем нож. На каждом донере под названием еще написан состав. Можно прочитать, что туда входит. Когда он приготовлен, общий вес. Итак, у нас в руках баварский. Лаваш, картофельное пюре, куриные колбаски, маринованные огурцы, лук жареный, соус чесночный, соус горчичный. Вместо изготовления и упаковки уренгоя, мирный микрорайон 6.2, хранить 2 часа. При температуре 4.2, потребить до 7.3.2. И калорийность указана. Насколько я знаю, они у вас как-то по-особенному закручиваются. Закручиваются они по сирийской технологии, без подворотов, снизу и сверху. Не всем привычно, это нестандартно. Есть турецкая технология, есть сирийская, насколько мне известно. Может быть, еще какие-то есть. Итак, мы с вами знакомимся с баварским донером. Внутри колбаска, я забыла, какая? Куриная? Куриная, да. Да, куриная колбаска, картофельное пюре. Все, что мы так любим со времен нашего детства. Я прям помню, когда ты из школы прибегаешь, и мама тебе отваривает сосисочку, пюрешку и, знаешь, кетчуп немножко с краю. Ты думаешь, все, это пища богов. Ради этого, мама, я готова получать пятерки по всем предметам. Простите, дорогие телезрители, на этом красивый контент. Заканчивается, начинается вкусный. Боже, я правда попала домой в детство. Говорю с набитым ртом, извините тоже. Ну что, как тебе? Да, эта крошка рискует стать, в общем, фаворитом блюд в жизни. Еще раз хочу перечитать состав. Маринованные огурцы, лук, жареный соус, чесночный. Ну, это действительно такой вкус детства, заботливых маминых рук. И я, честно говоря, не могла себе представить, что завернуть вот этот весь набор продуктов в лепешку и получить не просто вкусное, но еще и удобное для употребления блюдо, что это реально. А это реально. Это очень здорово. Причем, баварский донер, он из такой категории доступных, и цена стандартного всего 189 рублей. Коты в хлебушке одобряют. Это 10 котов из 10, честно. Как попробуете, напишите нам в комментариях, пожалуйста, а вас это на машине времени прокатило в ваши 8-9-10 лет или нет. Нет, мы начали с Баварии, теперь мы путешествуем по Греции. Здесь у нас лаваш, куриное бедро, томаты, маринованные огурцы, красный лук, айсберг, картошка фри, соус дзадзики, чесночный. Место изготовления там троллевали, все это понятно. И это у нас Макси, донер размером с лицо. Больше, да? Больше, да. Режу. Чем нас сегодня обрадует Греция? Ну, как минимум свежестью, это не древнегреческий, а греческий. Пахнет печеными овощами. Возможно. Ты сам-то пробовал греческий? Да. Да, тоже очень нравится мне. Что я могу сказать? Это вкусно. Но я пока не могу понять, что мне это напоминает. Вот тоже какое-то вкусовое воспоминание есть. Греческий это тоже, наверное, для таких, больше, наверное, женский донер. А что тут такое мягенькое? Это тоже пюре? Нет, картофельные оладьи. А-а-а, вот оно что. Да, здесь, конечно, там такое богатое разнообразие овощей, и он ощущается легким очень, этот донер. Там и салат айсберг входит туда, как в цезарь. А вот у курочки такой прям насыщенный печеный вкус. Вы запекаете? Да, курицу мы запекаем в параконвектомате. Не готовим на вертеле классическом для обычной шаурмы, да? Делаем в параконвектомате. И плюс специальный маринад для донер 42 поставляет нам федеральная компания Мираторг. Еще что можно добавить? Наша курица халяльная имеет специальный сертификат. Итак, мы обращаемся теперь к Тейсти. Лаваш куриное бедро, картофель фри, огурцы маринованные, красный лук, соус гриль. Соус гриль, да. Название Тейсти с отсылкой к бывшему Макдональдсу, к бургеру. То есть, если вы скучаете по Биг Тейсти, выбираете этот донер и погружаетесь в этот вкус. Выглядит и пахнет роскошно. Мне нравится, как свернуто. То есть, все достаточно плотно, ничего не вываливается. Но при этом нет ощущения, что здесь напиханы камни. Знаете, как бывает? Ты берешь шаверму и не можешь никак тактильно порадоваться. А здесь можешь. Да, хотел добавить еще про наш лаваш. Он сделан из цельнозерновой муки. Да, и запекается тоже на гриле до вот такой немножко хрустящего такого состояния. Да это же он! Да как? Да в смысле? По вкусу мяса, по соусу. Серьезно? Да! Только в том самом бургере, по-моему, не было картошки. А она тут прям в тему оказывается. Значит, мы угадали. Ну все, я в шагах. Так, и у нас остается роскошный берлинский. Берлинский. Мы вновь выходим на взлетную полосу, отправляемся в путешествие. Везде куриное бедро. То есть, у вас во всех донерах, которые идут с мясом, а не с колбасками, вы используете филе кулино... Филе кулиного беда мы используем, да? Здравствуйте, дорогие друзья! Не используйте просто филе грудки, а филе бедра. Почему? Бедро, оно сочнее. То есть, там такое мясо более нежное, сочное. Блин, оно жористое. Вкусное. Итак, я, конечно, разрезала, но забыла прочитать. Лаваш, куриное бедро, томаты, свежие огурцы, красный лук, овощи, гриль, кабачки, красный сладкий перец, баклажаны, брынцы. У вас ошибка. У вас краснокочанная. А должно быть? Кочан. Кочан капусты. Но я надеюсь, что это нисколько не повлияет на вкус. Такая красивая. Так, краснокочанная. Бедные люди, которые ее нарезают. Они, наверное, все в перчатках делают. Да, конечно. Тони Риммой готовим все в перчатках. Никто домой с фиолетовыми пальцами не возвращается. Итак, мы отправляемся в Берлин. А я пока откусила только капусту. Она сладенькая. Хрустит. Кочану капусты вопросов не имею. Приятно, как на зуб попадают печеные овощи. Немножко солоноватый соус здесь. Не могу сказать, что он сбивает меня с толку. Но он неистово требует от меня заказать пивка. Мне кажется, да? Берлинский донер будет отличным сопровождением к легкому такому увеселительному вечеру в приятной компании. С немецким пивом. Что могу сказать по донерам? Это вкусно. Ну что ж, я думаю, нам пора освободить стол. Помнится, до того, как приехал курьер, я сказала, что мы начнем с куриного супа. Но когда я увидела донеры, искра, буря, безумие. Все. И я уже забыла. Мы сейчас поступим как китайцы. Они обычно бульончиком, супчиком завершают трапезу. Потому что ты набил уже желудок всякой вкусной твердой пищей. И промежутки заливаешь каким-нибудь полезным бульончиком. Итак, знакомимся с куриным супом. Это бульон. Там больше ничего нет? Только бульон? Мясо. Там есть мясо. Мясо! Бульон, мясо, приправа, сумах, соль, перец и петрушка. А да, там есть. Есть мясушка. Сейчас я пожирнее выловлю. Годится. Достаточно много. Он не просто теплый, он горячий. Бульончик очень насыщенный, наваристый. И благодаря такому разнообразию специй он действительно будет очень хорош ранним утром для тех людей, которые весело провели предыдущий вечер. Теперь вы знаете, где находится ваш спасительный эликсир, куда за ним нужно бежать и отправляться. Вся концепция заведения про пользу для здоровья, чтобы всем было хорошо. Никто не наносил вреда своему организму. Так называемый fast casual. Полезное и быстрое питание. Сбалансированное. Not bad. Снэк-бокс-чеддер с халапеньо. Я выучила? Да. Картошка, она с сыром чеддер идет. Говоря словами классиков, картошка есть картошка, что ее пробовать? Сейчас, конечно же, я попробую халапеньо, и на этом, наверное, наш выпуск завершится. А если я запью бульоном? Это было плохое решение. Бульон тоже остренький, попробуем заесть картошкой. Ну а картошка за счет того, что она с сыром, она, да, смягчает. Тоже одобряю. А что-нибудь плохое сегодня будет, чтобы я прям поругалась и сказала, все фигня, мне невкусно, некрасиво уложено? Надеюсь, что нет. Признавайтесь, вы звонили своим из-под стола? Там сделали заказ, там четыре донера и картошка. Или вы всегда всем хорошо наступаете? Стараемся, конечно, всегда всем. Но бывают фейлы. Редко. У нас есть такая метрика, то есть каждый плохой отзыв, мы его отслеживаем, оцениваем и смотрим, сколько было проблем. Ищете этого человека по IP? Нет. Возьмите за город в Дубру. Нет, то есть, ну, ему, соответственно, как бы решаем проблему, допустим, даем скидку или промокод, или еще как-то переделываем заказ. Коэффициент проблемности у нас сейчас довольно низкий. А вообще новоуренгойцы требовательные люди, требовательные клиенты? Да, новоуренгойцы очень требовательные клиенты. Ну, а мы готовы двигаться в сторону сахара и быстрых углеводов. Добро пожаловать. Мы начнем с кофе. Хороший такой бодрящий, ненавязчивый напиток. Не могу сказать, что в нем есть что-то удивительное, но вы и не кофейниш. Это капучино. Да, маленький капучино. Пахнет молоком. Капучино, как капучино тоже. Все прекрасно. Мы-то вообще кофе для чего брали? Чтобы запивать всякие сласти. Вот эти сласти мы сейчас и исследуем. Итак, насколько я помню, это была личная рекомендация черничный маффин. Да. Что в нем такого прекрасного? Я думаю, что там... Он красивый, да? Черничная начинка. Попробуй, скажи. Я сказал, что я его еще не пробовал. О, да вы посмотрите, как это удобно. Трунь. Трунь. Качество кроется в мелочах всегда. Нет, ну все. Я влюблена. Пахнет. Ой, какой он. Он такой влажный. Он такой мягкий. Когда ты смотришь на такой... Сложно сейчас сказать. Разрез, на вот такой разрыв. Хочется попробовать. Нет, запах. Запах, конечно, сумасшедший. Есть ощущение, что он тоже на необычной муке. Возможно. Тут, если честно, я не готов сказать. Нет, ничего не написано. Нет, написано просто маффин черничный. Теперь мы приходим к какой-то лимонной плюшке. Классическое слоеное тесто, насколько я понимаю. Очень-очень слоеное. Ну, слава богу. Начинка мне нравится. Тесто – это катастрофа. Оно деревянненькое такое. Ну, а даже ты слышишь, как я жую, да? Угу. Не знаю, как должно быть на самом деле. Сейчас обязательно должен прийти к нам в комментарии человек, который профессионально связан с выпечкой, который скажет, женщина, вы глупая. И слоеное тесто и должно таким быть. А вы ничего не понимаете. И я с вами соглашусь. Просто делюсь тем, что это, вот это, наверное, не совсем мой десерт. И у нас остаются две прекрасных печеньки. Одна шоколадная, а вторая классическая. Начинаем с классического. Она такая, посмотрите, какая она мягенькая. Очень мягкая текста. Ну, я же в первую очередь редактор, поэтому у меня текста. Нет ощущения, что она очень сладкая. Такая вот прям вся в меру, сбалансирована. Мне нравится, это вкусно. Шоколадная с белой лазурью, я думаю, тоже не должно подвести. Но там, где есть шоколад, там всегда все хорошо. Или бывают осечки? Ну, мне нравится. Давай, скажи свое мнение. Вот здесь интересно. В первую очередь ты чувствуешь сладость, а шоколад идет в послевкусие. Но достаточно яркое послевкусие. Мне кажется, вот эти вот два вида десертов очень любят дети. Это вкусно, в меру сладкое. И посмотрите, размер печеньки. И в целом такой печенькой можно просто-напросто хорошо перекусить. Всех приглашаем к нам в Донер 42 на Мирный 6.2А, город Новый Уренгой. Приходите к нам, заказывайте доставку, скачивайте приложение, пользуйтесь программой лояльности, следите за акциями. Будем рады. Все, спасибо тебе, Лиз, за такой положительный выпуск, за очень приятную оценку. Дим, благодарю за вкусную еду, за то, что так легко наблюдал за тем, как я в одного тут трескаю. И наслаждаюсь жизнью. А для тех, кто досмотрел до этой минуты, у нас, конечно же, есть приятный бонус. Донер 42 предоставляет скидку 15% по промокоду IMPULS15. Заказывайте, вводите наш промокод и наслаждайтесь вкусной и преступно дешевой едой. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok